Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев, и это проект Joomla Sensei, урок номер 139. В этом уроке я хочу вам показать, как мы можем усовершенствовать или добавить необходимый функционал в наш редактор Drop Editor, которого здесь не хватает. Например, здесь нету иконки, где можно выбрать цвет, например, нашему тексту, да, и много чего здесь еще, в принципе, не хватает. На самом деле все это легко добавляется сюда. Как это делается? Допустим, я напишу какой-то текст, вот, и покрасить вот простым способом мы не можем. Конечно, если вы знаете код, то зайдете в источник и здесь просто допишите необходимые строки, да, чтобы добавить тот или иной цвет. Но мы отталкиваемся от того, что мы новички и нам нужен этот функционал, который свойственен, в принципе, любому редактору Joomla. Давайте я выйду сейчас из статьи и покажу, как это делается. Мы переходим к компоненту Drop Editor. Это находится на этой странице, вот, Default, то есть это шаблон с предустановленными возможностями данного редактора. У нас по умолчанию здесь есть еще два редактора, Frontend и Publisher. То есть они у нас видно здесь выключены. То есть мы можем нажать здесь на крестик и таким образом активируем шаблон нашего редактора для наших писателей. То есть если у нас на сайте есть авторы, то есть ваши помощники, которые пишут статьи, вот здесь видно разграничение доступа, да, автор, эдитор и Publisher. Все, то есть данный редактор, который здесь вот настраивается, будет виден здесь только определенным группам пользователей. То есть, например, вы на фронтальную часть сайта вывели ссылку, чтобы ваши редакторы могли добавлять статьи, но вы не хотите, чтобы они видели полный функционал редактора, а только добавив им необходимые элементы, да. Как добавлять или убавлять, то есть убирать необходимые элементы, отсюда сейчас я вам покажу. Покажу на примере вот этого дефалта, это то, что видим мы в админке как администраторы. То есть мы просто заходим, кликаем по дефалт, здесь в принципе можно ничего не трогать, вот здесь мы видим галочки отмечены, видим администраторы, менеджер видит данный редактор в таком виде, как он сейчас есть, и супер юзер, то есть то, что мы администраторы. И здесь на этой вкладке сейчас добавим несколько элементов. Смотрите, мы здесь видим вот верхняя панелька, вот здесь синяя, это то, что у нас доступно в данный момент. Я хочу добавить сюда возможность для нас, для главных администраторов добавлять цвет для текста. Здесь есть такая иконочка вот А с подчеркиванием, то есть если мы наводим мышь, в всплывающем окне видно написано текст color, то есть цвет для текста. Мы просто зажимаем левой кнопкой мыши данный инструмент и тянем, и переносим сюда или сюда выше, где вам будет это удобно расположить. Я расположу это после значка ссылки, да, то есть просто отпускаем мышь в этой области, вы видите, вот это перенес вот этот элемент. И заодно мы проверим, как это работает. И вы видите, что здесь еще есть у нас. Здесь у нас есть, например, смайлы. Кстати, если вам нужно переместить всю ветку, например, вы можете вот в синюю линейку набрать инструментов целиком, то есть, например, смайлы перенести сюда, да, здесь Google это шрифты, отсюда убрать что-то ненужное. А потом просто вот здесь вот сбоку есть такая черная стрелочка. Подтянуть за эту стрелочку и перетянуть как бы всю колонку, да, в наш редактор. Ну, я этого делать не буду. Я перенесу еще в Google только один вот этот элемент. И пока вот эти два элемента давайте рассмотрим. Чтобы их применить, мы здесь нажимаем сохранить-закрыть. Переходим, давайте менеджер материалов, зайдем в нашу статью и попробуем. Во-первых, мы видим, вот появились инструменты TextColor и Google Fonts. Выделяем текст и давайте попробуем добавить цвет. Кликаем по данной иконке, просто выбираем цвет текста, да. Нажимаем Apple, применить. Видно, что у нас все покрасилось красным. Если нужно отменить, выделяем также цвет, кликаем по этой иконке и выбираем Default Color, то есть возвращаем первоначальное положение. Google шрифтов у нас нету, скорее всего их нужно, их необходимо сначала добавить. Для этого мы возвращаемся в Drop Editor, прокручиваем в самый низ. Вот здесь у нас есть, выберите шрифт Google. Кликаем по кнопке просмотреть шрифты Google. Здесь есть уже примеры. Внизу у нас есть постраничная навигация. Вот здесь у нас как называется шрифт. Внизу мелким, но тут подписано, да. А вот так, как будет выглядеть текст наш с данным шрифтом. Здесь есть поиск. Если вы знаете название шрифта, можно перейти там на вторую страницу, посмотреть какой шрифт нас тут заинтересует. Перейду на седьмую. Они вроде все как выглядят одинаково, потому что скорее всего эти шрифты не будут поддерживать кириллицу. Ну давайте посмотрим сам процесс добавления. Кликаем вот здесь на синюю кнопку добавить в коллекцию и кнопка меняется. Видите, теперь написано убрать из коллекции. Давайте несколько добавим. Посмотрим вообще работает ли. Закроем. Сохранить, закрыть. Перейдем в статью. Выделим текст и у нас, вы видите, добавились некоторые шрифты. Вообще работает. Видите, почему-то в примере их не видно. Вот не все работают. Верхний не меняется. То есть с Google шрифтами надо еще разбираться. Я не знаю, можно ли подключить кириллические здесь шрифты. Ну, в общем, принцип добавления необходимых элементов здесь понятен. Например, можно еще закинуть анкор и вы уже здесь докинете уже без меня те инструменты, которые вам нужны. Не забывайте, потом нажать, сохранить, закрыть. Давайте посмотрим, как это выглядит, например, для фронтальной части сайта, для ваших зарегистрированных пользователей. Перейдем в шаблон frontend. Перейдем сюда и, например, мы уберем таблицу. Уберем все ненужное то, что не нужно нашим редакторам. Так, выравнивание. А, это у нас не выравнивание. Ну, я, к примеру, например, им нужно только лишь вот эти строки. То есть давайте вот так оставим. То есть я так понял, нельзя перенести. А, вот. То есть вот у нас есть жирность, подчеркнутый, нижний подчеркнутый, перечеркнутый текст, выравнивание текста и списки. Все, больше ничего нет. На этом уровне мы здесь нажимаем сохранить и закрыть. А далее давайте выведем ссылку на сайт, при которой человек сможет добавлять статьи. Здесь мы переходим меню. Майн меню. Выбираем создать. Как-нибудь обзовем пункт меню. Нажимаем выбрать. Выбираем материалы. Выбираем здесь создать материал. Далее мы нажимаем сохранить, закрыть. Переходим на сайт, обновляем страницу. На сайте я авторизовался как администратор. Перехожу на ссылку в статья. Я просто вам показываю сейчас. Мы видим с вами весь перечень, то есть весь наш дроп эдитер. Все наши функции, которые были, которые мы только что добавили в текст колу, google fonts, якорь. А теперь надо зайти под нашим пользователем, который просто зарегистрирован и который может добавлять статьи на сайт, но у него должен быть редактор здесь ограниченный. Авторизовался под логином тест. Тестовый пользователь. Давайте кликнем на статье и мы видим набор иконок, которые мы задали данному человеку, который может видеть минимальный функционал нашего редактора. Лучше вам в настройках данного пользователя, который может публиковать статьи, также оставить галочку напротив менеджер, менеджер регистр. Тогда он сможет видеть эту страницу. Если таких прав нету у этого пользователя тест, то соответственно он страницу эту не увидит. То есть простые зарегистрированные пользователи не могут оставлять статьи. А если человек, вы с ним заведомо договоритесь, что он будет публиковать статьи, то вы просто меняете ему группу пользователей здесь, добавляете менеджер и у него уже будет заведомо настроенный шаблон функционала Drop Editor. На этом я данный урок заканчиваю. Надеюсь для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня пожалуйста лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании к этому видео. На этом здесь все и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. Три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.